всем привет вы на канале даже с юлей дохновой сегодня у нас видео будет о покупках буквально за последние наверное недели три я так под закупилась давно у меня такого не было обычно там какой-то процесс делаю его заканчиваю потом у меня появляется потом уже я покупаю какую-то новую пряжу же под новый какой-то процесс в этот раз получается вообще все по бешеному так но я люблю когда у меня есть пряжа и я смотрю не могу нарадоваться и дело в том что у меня не было никогда такого чтобы у меня была куча процессов одновременно я обычно против этого нужно что-то одно делать а потом другое начинать но так не получается сразу я похвастаюсь пряжей потом покажу по ходу пряжи буду рассказывать зачем на какое изделие она мне пригодится потом покажу что у меня в работе что я вот вчера вечером довязала я покажу так что начинаем первое что я покупала покупала да там юля первое что я покупала это было пряжа на мамин кардиган я ему показывала узор мы с вами вязали и и покажу я вам сейчас пряжу пряжа светлана семеновская пряжа и вот что я вам хочу сказать я она достаточно бюджетная пряжа здесь 50 процентов акрила 50 процентов шерсти 100 грамм 250 метров производитель рекомендует спицы тройку я что-то думала что она слезы немножко будет похожа ну как бы критерии плюс-минус там похоже и метраж а нет вот нет совершенно нет я вязала лесе кардиган с ализе я помню что я его вязала не тройкой так как сейчас я маме вижу я вязала четыре с половиной и связала его быстро и ну как то так веселее дело шло а это пряжа она тоньше вот когда прям вот вытягиваю она гораздо тоньше чем ализе ализе понравилось мне больше ну как бы на свитерок то что я себе купила белый цвет пойдет она рыхленько будет нормально чтобы не сильно плотный был а вот как для кардигана мне не очень нравится но уже довяжу так как есть вы простите меня за мой волос я приболела немножко но я держусь строю я вижу я не расслабляюсь в общем на мамин кардиган я покупала 9 мотков уже я вижу четвертый моток довязываю я спинку ну вообще полностью длину это я еще без полки без без планочки этой и без рукавов вот еще пять мотков лежит но я покупаю всегда пускай лучше она будет запасом чем мне и у них в тот же день я купила себе на и у мамы цвет это суровый а себе я купила белый 7 мотков купила белых тоже светлана тоже семеновская пряжа а хочу а какие-то либо араны косы вот чтоб прям по всей длине с воротом большим и скорее всего на рукав тоже пущу какую-то косу но еще точно не знаю и даже если честно представить себе не могу когда это я свяжу потому что два заказа нет момента вижу сто процентов она уже вниз есть скоро потом еще два заказа ну вообще хоть бы в январе начать себе вязать свитер серьезно это жесть какая-то в общем себе я купила таких 7 мотков точно такая же такие же параметры как у той пряжи только это белый а тот был суровый цвет ну думаю не может же так быть все просто и надо купить какую-то интересную в общем купила ализе ангора вот такая вот расцветочка купила я ее на шаль буду вязать шаль опять же пока еще вообще будет шаль и себе или на подарок тоже вопрос надеюсь себе конечно хотелось бы мне в общем здесь у нас 100 грамм пятьсот пятьдесят метров 80 процентов акрила и 20 процентов шерсти производители рекомендуют спицы от тройки до шестерки и крючок у двойки до 4 ну как бы крючком я не вижу поэтому потом уже когда начнем с вами вязать шаль когда я определюсь какая она будет вообще будет это платок либо же широкий шарф ну посмотрим как в голове если немножко представляю но все будет потом и купила я себе в тот день спицы пять с половиной нет пятерка спицы пятерка 80 сантиметров свей торм торм ну что то такое спицы круговые на металлическом с удлиненным кончиком потому что я думала что я буду вязать пятеркой я была в этом уверена я начала я уже вышла на основное тело и потом уже я выложу что рыхло мне не нравится поехала купила пельманова быстренько себе спицы три с половиной потому что мои спицы были дома а я тогда была как раз у серёжи но думаю чушь времени так по посту по посту тратить поехала себе быстренько купила спицы три с половиной еще одни вот и на них я уже собственно говоря вижу кардиган не на тройке она три с половиной но вижу в общем докупила себе еще спицы дальше день следующий спустя две недели опять я попадаю в донецк но еду туда уже целенаправленно потому что у меня заказ заказ на мужскую безрукавку темно-зеленый цвет я уже поняла что это будет только ализе 240 метров на 100 грамм не хочу я никаких светланд себе с семеновской пряжи потому что на этот заказ и я должна быть уверена в том что я свяжу я том что вот кардиган я боюсь его еще стирать вдруг он там потянется нереально ну как будет посмотрим в общем заказ на мужскую безрукавку будем ее вязать с воротом спереди тоже какие-нибудь косы либо же ораны такие красивые сделаю ну просто так не хочется вязать хочу что-нибудь красивее в общем с такой пряжи я себе вязала свитерок регланом сверху у меня на канале есть обзор вязала я его по моему прошлой осенью да и ну там мальчик сказал либо темно-зеленый должен быть ну как мальчик мужик либо темно-зеленый должен быть цвет либо же черный чисто черный темно-зеленый значит темно-зеленый я нашла купила 4 матка я так думаю что мне должно хватить если нет я знаю где-то купить и если не я то у меня девочки ездят куда в донецк они там учатся и они просто докупят вот и все я не переживаю но на безрукавку это же не не рукава не надо ничего вязать тут только вороту на мой свитер когда ушло по моим 5 мотков до 5 мотков ушло так ну хватит с головой я уверена в том что хватит так потом настюхи на шапку еще надо было купить пряжу но тоже там очень сложно я зашла в 4 магазина тогда глаза разбегаются когда у продавцов спрашиваешь конкретно на шапку но это дело личное у кого там как колется не колется вы уж сами выбираете ладно думаю пройдемся уже по стандарту полу ализе черный цвет настюха захотела шапочка резинкой 3 на 3 будет с отворотиком с одним отворотиком все а то уже определюсь на какой спицы я буду вязать хотя я вот вчера связала образец на 225 спицы у меня тут тоненькие и я так думаю что я на них и буду вязать и свяжу это очень быстренько вот еще будет шапочка это тоже заказ потом же еще у меня лежала серая кроха что это у нас тут троицкая пряжа ту которую я покупала дашкина кардиган а в конечном итоге связала только синего из слоновой нет бежевая слоновая кость вот со слоновой кости я связала там только с тех цветов серый туда как-то так не вписался мягко говоря и в общем два матка у меня лежала думаю ну что ж такое с нее связать то себе уже хочется сколько там можно начинала я вязать и шапку серую себе резинка 1 1 думала как шапочку бинни какой-то почти довязала я делаю до головы мне не понравилось короче я взяла и распустила потом спустя время думаю ну ты юль вообще как-то странная что ли нужно было довязать сделать ее с отворотами ну в общем в общем с крохи еще не взвешивала я шапку не знаю сколько там у нее по весу но я думаю грамм 70 ушло максимум поэтому вот можно смело покупать один 100 граммовый моток его вот головой сейчас показываю шапку но я ее на себе примерять не буду вот такая вот шапочка еще не прятала кончики вот все чисто свернула показать вам вот еще тут концы или соединяла пряжу вот вот такая вот макушка сейчас кажется то дырки будут сказаться дырки вот связала эту шапку шапку связала за два дня за два вечера точнее вот нормальные люди вечером сидят в кафе там отдыхают в карты играют а Юля сидела вязала все нормально вот шапку где я связала забыла забыла вот когда последний раз еще была я купила себе обменную линейку наконец-то я теперь модная вот и купила себе электронный счетчик рядов не совсем такой как я хотела если хотела что-то на пальчик он цеплялся ну как бы это тоже на стол положу и вот кнопочка большая нажимается и меняется циферки там а внизу вот эта маленькая это сбить все на ноль все купила я вот а еще секунду ранее в новозовске я себе купила такой механический в общем с такими колесиками тоже счетчик рядов но он наверное будет удобный если его прицепить на нитку на рабочий процесс чтобы у вас висела так ниточка и каждый раз когда вы переходите вы щелк щелк но я увидела в интернете что так девочки делают либо же на длинные спицы когда вы используете не круговые а именно длинные край этот одевается и там перещёлкивается но тоже так удобненько вот тоже купила такую себе штучку но материалом надо обзаводиться вам так скажу так так дальше про кардиган который у меня в работе я вам сказала еще что его не довязала еще он в работе недавно мелькал у меня там где о цене рассказывала мелькал там джемпер я вам говорила что вяжу он будет разнофактурный разноцветный с остатком все которые остаются поэтому я его не тороплюсь вязать я наверно уже довяжу мамин кардиган что там останется довяжу себе свитер в общем по ходу посмотрю может что-то докуплю даже для света ну чтобы рукава были одинаковые хотя бы а тут уже по-разному в общем он такой вот разнофактурный и специально делала переход чтобы здесь стежка была он будет немножко вот с удлиненной спинкой такой поворотными рядами я делаю но потом когда я постираю когда я довяжу это уже все будет понятно он объемный будет такой оверсайз хочу все хочу но я не знаю когда я это все вообще довяжу вот мамин кардиган вот по списку то что вот я написала шапка настюхи безрукавка максу свитер белый мне шапка серую ту которую я довязала себе на спицах кстати 225 самые маленькие которые у меня были я тебе взяла чтобы она была поплотней свитер разноцветные мне и шаль тоже решали не знаю еще кому она будет посмотрим в общем вот такие у меня новости а еще а еще скоро дело маленькое объявление у меня в инстаграме будет розыгрыш на шапочку шапочку тоже два отворота зимняя только победителя скинет мне размер своей головы и скажет какой цвет а розыгрыша подробнее потом будет у меня инстаграме ссылочку я оставляю внизу как обычно там под кнопочкой еще буквально вот на днях я уже опубликую пост так что вы там успейте все условия я напишу то так что жить ну я думаю все со я сказала да вроде и вроде все теперь я буду своей прощаться спасибо вам за просмотр не забывайте подписаться поставить лайк мне будет приятно и все я вас обнимаю целую пока пока мои хорошие м м м м м м м